Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я, Александр Лупиненко, расскажу о культурных событиях в Гомеле и познакомлюсь с другими интересными событиями. Немного о погоде. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Прогнозируется дождь. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. Ветер южного направления скоростью до 3 метров в секунду. Уже завтра клуб гомельских ремесленников «Чаровные подарунки» проведет выставку-ярмарку. В городском центре культуры для гомельчан состоится программа, частью которой станут подарки ручной работы, авторские кондитерские изделия, а также показ модной коллекции. Для желающих проведут мастер-класс, участие в котором бесплатное. Всех заинтересованных будут ждать с 11 до 18 часов в городском центре культуры. Народный вокальный ансамбль славянской песни «Ритмы сердца» готовит концерт к своему 15-летию. На сцене городского центра культуры выступят старшая вокальная группа коллектива и вокальная группа жертауницы, руководитель коллектива Лидия Еловая. Также участниками мероприятия станут приглашенные гости. Концерт пройдет 8 марта, начало в 15.00. Ну а в Гомельском городском молодежном театре готовится премьера рок-комедия под названием «Фанатки». Это спектакль о молодых для молодых и их родителей. Он расскажет об актуальной проблеме – желании надевать маски, прячась от действительности. Мир, созданный в постановке, отражает вполне реальное фанатичное отношение людей к себе, своим близким и обществу. Почему и зачем человек создает себе кумира? Как оставаться с собой в обществе, где постоянно нужно оправдывать чьи-то ожидания? Как сохранить свою искренность? Ответы именно на эти вопросы и будет искать главная героиня спектакля. Премьерные показы в «Молодежном» пройдут с 6 по 8 марта, а также 28 марта. Свадебная фотография сочетает в себе сразу два стиля – постановочный, портретный и репортажный. Этим и интересен жанр. Жемчужные фотосессии всегда становятся портреты невесты. Фотограф раскрывает ее внутренний мир – чувственность, женственность и красоту. Увидеть подобные работы смогут посетители музея истории печати и фотографии Гомельщины. Там открылась выставка работ Александра Веснина «Невеста из Гомеля. Портреты». На ней можно познакомиться с портретами невест из нашего города, сделанными вперед с 2005 по 2013 годы. А в выставочном зале университета имени Франциска Скорины только до 10 марта можно увидеть Азию глазами белоруса. Именно так преподаватель Александр Соколов назвал свою первую персональную фотовыставку. Гости имеют возможность насладиться красками природы и самобытными памятниками культуры Ирана и Непала. Не исключено, что желающие смогут попасть на своего рода лекцию с презентацией самых ярких кадров, привезенных из путешествий по Азии. Олег Лукашевич и Александр Алексеев. Этот творческий тандем хорошо известен в Беларуси и за ее пределами. Эти журналисты более 20 лет работают на самых престижных кинофестивалях. Одно из направлений их творчества – репортажная фотография, герои которой – мировые звезды. Теперь уникальный архив можно увидеть на выставке под названием «Старс знаменитости» в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева. Прогуляться по красной дорожке со звездами мирового кино и шоу-бизнеса и прочувствовать атмосферу мировых кинофестивалей предлагается гостям дворца Румянцевых и Паскевичей. Выставка «Больше чем игрушка» открылась в картинной галерее Гавриила Ващенко. Она знакомит гомельчан с игрушками и куклами разных эпох и народов. Частью экспозиции стали более 200 кукол коллекционера-любителя Анны Страховой. У каждого экспоната своя история и своя судьба. Долгожителем коллекции стала кукла Соня. Ей почти 130 лет. А вот история еще одной куклы по имени Мэри. В начале 20 века она жила в детской комнате в особняке под Мюнхеном. И была верной подругой двух поколений одной семьи. Но дети выросли и куклу выставили на продажу. Тогда-то она и обрела новую жизнь в составе коллекции, познакомиться с которой можно будет в картинной галерее Гавриила Ващенко. В областном центре открылась книжная выставка под названием «О, женщина». Гомельчане смогут увидеть оригинальные издания 19 века из коллекции князей Паскевичей, а также издание, которое представил музей редкой книги областной библиотеки имени Ленина. В экспозиции 100 экземпляров. Познакомиться с ними предлагает дворец Румянцевых и Паскевичей. Реческие художники представляют вниманию гомельчан свое творчество. Желающие могут увидеть портреты, пейзажи и цветочные композиции Нины Фисковой и Михаила Смирнова. Художники передают многообразие природных мотивов. У каждого автора свой подход и своя рука. Лиричность пейзажей и буйство красок. Два таких разных видений объединились в одну красочную экспозицию, увидеть которую можно в областном центре народного творчества. В Гомеле также открылась выставка работ мастера рукоделия Светланы Бацуновой. Автор трудится в самых разных техниках. Сюжеты ее вышивок очень разнообразны. Это и картины художников разных эпох и стран, и пейзажи, а также натюрморты и анималистика. Оценить, насколько тонко выполнены работы автора, предлагает музей истории города Гомеля. Для гостей музея автографа открыта выставка «Акварельное настроение». Автор – гомельская художница Екатерина Мохарева. В ее акварелях нет драматургии. Они завораживают своей свежестью. Из-под кисти художницы появляются легкие цветы и иллюстрации детских раскрасок. Спешите познакомиться с выставкой и насладиться весенним настроением этих работ. К другим интересным новостям. Разработчики соцсети ВКонтакте тестируют технологию перевода голосовых сообщений в текстовые. Сейчас новая функция доступна лишь для участников программы тестирования. Идея внедрения технологий возникла из-за растущей популярности аудиосообщений. Однако пока есть сложность. И состоит она в качественном распознавании сленговых слов и заимствованной лексики. В Индии несколько рыбаков стали настоящими рекордсменами. Отправляясь за уловом, никто не ожидал, что он станет рекордным. Мужчины с трудом вытащили из воды ската весом 900 килограмм. Возможно, существо заблудилось и заплыло на мелководье совершенно случайно. А вернуться на глубину рыбы по каким-то причинам не сумело. Рыбаки решили продать свой улов местному торговцу. Тот, в свою очередь, выручит за нее внушительную сумму. Рыботорговец уверен, что покупатель найдется быстро. В Индии эту рыбу используют не только для еды, но и в качестве целебного аюрведического средства. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговорная актуальная тема. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. И интересные гости в студии, и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Доларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните также к нам в студию, делитесь вашими историями, хорошим настроением и принимайте участие в наших розыгрышах. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайтесь в телеканал «Беларусь4 Гомель» в понедельник в 19.20. Номер телефона прямого эфира 34-00-43. Новый день с вами встречали. Утренний фреш и я, Александр Лупиненко. Сегодня пятница, а впереди праздничные выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова